Ростислав Роуз на сцене провел пол жизни. Сначала только пел, затем научился аккомпанировать себя на гитаре. Первые аккорды взял уже в 7 лет. Первоначальной целью было чему-то научиться, но никогда не было мысли стать каким-то мегавиртуозом, скорее больше эстетом все-таки. Через руки музыканта прошло больше сотни инструментов. Сейчас в его коллекции 12 гитар и укулеле. Одна из самых старых – полуакустическая Гибсон. Это опять же японец, но она действительно года так 65-67. То есть это действительно так. Это самый старый инструмент, который у меня имеется. Он такой весь уже изрядно покрыт трещинками. Я очень надеюсь, что это только лак, не дерево. Звучание во многом зависит от качества древесины, порода, сорт, плотность и даже возраст. Важен каждый нюанс. Поэтому на хорошие инструменты истинные эстеты денег не жалеют. Одна из самых ценных в коллекции – Fender Stratocaster 1962 года переиздания. Электроника, там какие-то цвета, оттенки, механика берется из тех времен, когда эта технология была изобретена. Потому что современные инструменты, они все-таки уже отличаются технологически. А вот в коллекции другого ценителя старины больше 800 экспонатов. Уже 10 лет сварщик по профессии, Вагиф Алискеров, собирает и реставрирует часы. Собственный дом превратил в настоящее царство времени. Вот первые мои часы. А что это за часы? Это немецкие часы. Они послевоенные, 47-го года. Карманные, наручные, настенные и напольные. Отовсюду слышен то звук движущихся стрелок, то перезвон или куранты. Время на всех установлено разное, чтобы не трезвонили одновременно. Я начал увлекаться ими, чтобы на рынок выйду. Где часы увижу, сразу покупал. Сначала все подряд. А потом начал уже перебирать только механические. Ценные мне для меня, конечно, которые я сам делаю, но ценные вот французские часы 8-го года. Немецкие сейчас вам покажу. Тоже им уже 111 лет. Часы-шайба называется, аптечные. Собирать редкую коллекцию помогают друзья и знакомые. Есть здесь и корабельные, и часы с кукушкой, и будильники, привезенные со всего земного шара. Одни из самых редких – каминные, собранные в 60-х на Орловском часовом заводе. Кстати, они до сих пор в ходу. Не менее ценные вот эти немецкие довоенные. Не так давно мастер нашел их на барахолке и еще не закончил реставрацию. К сожалению, починить получается не все, поэтому из сломанных экземпляров мастер вынимает механизмы и дарит им шанс на вторую жизнь. Одно из главных желаний Вагифа – собрать коллекцию часов прошлого века и когда-нибудь передать ее потомкам. Татьяна Балыкина, Максим Турчев. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова